Думаю, ты согласишься, что у нас особое отношение к играм, действия которых происходят в постсоветском пространстве. Оно и понятно. Кто не испытывал чувства приятной знакомости, выходя из подземки в серии метро? Протираешь противогаз от налипшей на него грязи и видишь монументальные сталинские высотки. Или когда перед тобой проплывают покосившиеся домики в Эксодус. А как же кайфово слушать разговоры сталкеров на территории промышленного здания недалеко от Припяти, уплитая колбасу и запивая ее водкой? Это лишь самые громкие примеры известных франшиз. Но одно дело, когда чувство ностальгии вызвано лицезрением реально существующих городов нашей необъятной или других стран бывшего Советского Союза. Совершенно другое дело, когда такое чувство вызывает город, которого нет на карте и в котором ты можешь побывать только запустив игру. Сити-17 как раз такой пример. Стоп, не беги сторчить комментарий о том, что образ Сити-17 скопирован со столицы Болгарии — Софии. Ты будешь прав, но не до конца. Сити-17 — это не виртуальная София, а компетитивный город. Он включает в себя многие архитектурные стили, постройки из разных городов и другие атрибуты, которые так теплы сердцу геймера постсоветского пространства. В деконструкции столицы Альянса мы пойдем от большого к малому. Разберем, почему нам так знакома эта архитектура и почему это не только панельки. А также посмотрим, какие здания ты можешь посетить в реальности, если захочешь устроить себе гектрип по следам Фримена. Ты на канале Men The Boys, текст написал Дмитрий Епихин, а у микрофона Владимир Стерехов. Стоит начать с того, что Сити-17 — портовый город и располагается он в восточном регионе Европы, вероятнее всего в Прибалтике. На это явно указывают несколько фактов. Например, в игре повсеместно встречаются болгарские слова, написанные кириллицей. А в Half-Life 2 Episode 1 можно найти карту с изображением протекающей через город реки Двина, которые реально существуют на территории Риги. Потому Сити-17 и сочетает в себе стили, характерные для этого региона. Наиболее часто встречаются здания, выполненные в восточноевропейском, неоклассическом довоенном и послевоенном классических стилях. Выйдя из вокзала, игрок оказывается на привокзальной площади и уровень сконструирован так, что наш взгляд сразу упирается в два здания. Мы акцентируем внимание на левом, рыжем доме. И будем сравнивать его с одним из зданий, расположенных в Софии. Если откинуть придирки по поводу плоскости некоторых текстур, будет заметно очевидное сходство. Будь то резные балконы на верхних этажах зданий или выразительные башенки, которые находятся на левых сторонах домов. Перед нами модерн. Не вдаваясь в архитектурные особенности, его основной чертой является отхождение от классических форм и целенаправленное создание чего-то нового. Сочетание ранее несочетаемых вещей. Создание такого стиля присутствует и во многих городах России. А одним из самых знаменитых является дом Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Помнишь, как игра в самом начале пути блокировала узкие улочки отрядами комбайнов, чтобы ты не мог подойти ближе к гигантским страйдерам. Уделим внимание этим улочкам. При взгляде свысока становится понятно, что они имеют узкую ветвистую структуру. Подобное можно встретить и на территории Вильнюса. А с другой стороны, большинство зданий на них выполнены в стиле неоклассицизма, преимущественно сталинского. Ну и конечно же всем известные панельки, которые знакомы каждому жителю нашей необъятной. Кто-то считает их эстетичными, а кто-то ненавидит засерость и безликость. К какому типу относишься ты, если уже надел свою черную шапку, включил молчат дома и готовишься закурить сигарету, то туши. Это не те панельки. Нет, конечно они похожи и настроение передают примерно схожее. Но все же между ними есть кардинальные отличия. Возвращаясь к тому, что действие происходит в Прибалтике. На балконах панелях Сити-17 видны выделяющиеся рыжие детали. Подобное можно найти на блоковых домах в Софии. Именно краской такого цвета окрашены балконы и фасады зданий. Еще одно различие в том, что на фоне наших панельных домов здания в столице Альянса имеют много незатекленных балконов открытой формы, что говорит о достаточно теплом климате. Конечно их можно увидеть и в нашей полосе, но гораздо реже. Вместе с архитектурными стилями в игру перекочевали целые здания, прообразы которых можно встретить в разных городах мира. Так например, первое здание, которое видит игрок Вокзал Сити-17 очень похож на станцию Будапешт Нью-Гати. Причем как внешне, так и внутренне. Когда мы пребываем на перрон в игре, нас встречают высокие потолки и двускатная крыша. Такую же картину видим и на реальном вокзале. Окошки для продажи билетов тоже напоминают игровые, хотя в отличии от Вокзала Сити-17 они украшены замысловатой отделкой. Надеюсь, что на настоящей станции нет охранника, который требует от тебя поднять и выкинуть банку. К слову об охранниках. Нексус Патруля или Нексус Надзора еще одно здание перекочевавшее из реального мира. Если ты видишь здесь Казанский собор, то ты прав. Они и правда похожи. Да и по словам дизайнера игры Виктора Антонова, планировки этих городов схожи благодаря отсутствию высоких зданий в историческом центре. Однако у Нексуса совершенно другой прототип. Здание парламента Сербии в Белграде. Тут помимо центральной части, как у Казанского собора, схожесть видна со всех сторон. И выполнены они в одном стиле, не у барока. Архитектурные стили и планировки городов чересчур заумные вещи. И чтобы на них объяснить, почему Сити-17 нам кажется таким знакомым, оппонент должен разбираться во всем этом на таком же уровне, как и рассказчик. Так что попробуем объяснить все на более понятном языке. Как жителя подмосковного города, который также напоминает Сити-17. Конечно, речь пойдет об атмосфере. Со второй частью халфы многие познакомились в детстве. А на что ты, будучи ребенком, обращаешь внимание первым делом, когда выходишь из дома? Правильно, на детскую площадку. И если брать начало нулевых, то детские площадки в Сити-17 имели почти фотографическую достоверность. Ржавые горки и качели, надписей на которых было больше, чем облупившейся краски. Закрытые дворики были сделаны таким образом, чтобы мать могла в любой момент выглянуть в окно и в случае нужды загнать тебя домой. Если кто-то жил в относительно новом доме, то с подъездами было получше, чем в захваченном альянсом городе. Но если отойти от дома, то в соседних дворах встречают подъезды с деревянными дверями и единственной лампочкой сверху. Кстати о лампочках, а точнее о ламповости. Сейчас, вспоминая эти образы, в голове всплывают лишь теплые воспоминания. Теплота – это то, что отлично описывает Сити-17 до захвата. Его дома имеют бледно-рыжую осеннюю краску, так что даже присутствие альянса не мешает наслаждаться особой царящей в городе атмосферой. Это даже при том, что архитектура альянса идет в разрез с архитектурой города и противопоставляет теплым осенним тонам холодный неоновый голубой. Мелкие детали, которыми наполнен Сити-17, также перекликаются с тем временем. Старые машины постсоветского пространства, виднейшиеся на горизонте ЛЭП, трубы индустриальных зданий – все то, что так знакомо многим из нас. Даже когда игрок покидает границу города и много забывает об атмосфере, ему тут и там встречаются различные надписи на кириллице, будь то цимент или овощной суп. Наверняка каждый, играя в эту игру, видел в ее локациях что-то до боли знакомое. Как будто этот район точно как у меня за углом, или церковь в Равенхольме так похожа на городскую. Ну а что знакомого ты нашел в Сити-17? Пиши в комментариях. Также не забывай, что можешь поддержать нас лайком, подпиской и колокольчиком. Пока-пока!